МОНСТЕР Но уже в темне Немного за душой и много в голове Впервые в Юрмале, но еще в тени А за спиною хулиганы всей страны Миш, а я не понял, откуда у нас взялась эта девочка? А что тебя смущает? Она нам отлично подходит Она из Кореи Из какой Кореи? Из плохой Латвийская полиция, цель вашего приезда Выпивать, трогать женщин, хамить окружающим Не понял Ну, напишите туризм Так, все, я вызываю подкрепление Фирма Такая молодая, а уже лейтенант Ты сейчас серьезно на ее погоны смотришь? Так, ты, Крепыш Ты сейчас зашутишься и останешься в Латвии на срок от трех до пяти лет Пацаны, ну поздравьте меня С чем? Я, походу, вид на жительство получу Ладно, погнали Дорогие друзья, все вы знаете известную российскую сказку «12 месяцев» Но в Латвии эта сказка выглядит совсем по-другому Итак, «12 латвийских месяцев» А где «Братец Июль»? Если б не было тебя Скажи, зачем так давно жить? Здравствуй, «Братец Июль»! Ну, во-первых, не «Братец Июль»-кормилец Август, на, доешь Братец, откуда у тебя драгоценности? Так это русские оставили Кто? А, вы же их никогда не видели Кстати, об этом Мне позвонили из России Говорят, у них не хватает рабочих месяцев А у нас явно есть лишние Поэтому одного из вас мы отдадим русским Ну, например, тебя, Январь А зачем русским 2 января? Ну, 1 январь будет рабочий Второй не рабочий Хотя, кого я обманываю Оба будут не рабочие Нужен месяц вообще без праздников О, октябрь А у меня день рождения Индиры Ганди А, блин, день рождения Русские дальше и слушать не станут А давай мы тебя отдадим, братец О, нет, ребят, меня отдавать ни в коем случае нельзя Давайте все-таки не забывать, что июль в этой стране Это государствообразующий месяц Закрылись пары и в отелях пусто Во всех районах тишина Стало в Юрмале темно и грустно Стало в Латвии темно и грустно И непонятно, как справляется страна И всю зиму и осень С весной латыши С надеждой глядят в календарь Страна, чтобы выжить, должна пережить Декабрь, январь и февраль И мак, и апрель, и май Да, 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 идите работайте Ну что ж, друзья, а теперь немножечко эпоса Когда наступает самый жаркий месяц лета Когда в Юрмалу начинают приезжать русские туристы На защиту города встают только они 300 официантов Вы все никто и звать вас никак Вы медленные черепахи Руки у вас растут не из того места И все это вы услышите еще до того, как они сядут за стол Они будут топтать наши газоны Они будут спать на наших пляжах Они будут везде доставлять букву «С» И думать, что это невероятно смешно И что мы им на это ответим? Спасибо, пожалуйста Что бы ни произошло У вас всегда должна быть при себе Тонкая зарядка для Нокии Будьте готовы к таким шуткам как Здрасте Забор покрасьте В смысле? Трусы свисли Не забывайте, мы имеем дело с потомками Пушкина Это будет непростое время Но сложнее всего придется тебе, Эльза Приходите еще А теперь то, что каждый официант просто обязан знать наизусть Продолжите песню И откуда-то сверху прощаете нас Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом За Россию и свободу до конца Что, все, дальше никто не выучил? Офицеры, россияне Вот тебя будет обнимать главный А теперь ответьте мне на вопрос Какая песня идет следом за песней «Офицеры»? А, рюмка водки на столе? В тебя уже полетела бутылка О боже, какой мужчина О боже, у тебя вилка в правом боку Черный ворон Господи, да нет же После песни «Офицеры» Идут снова офицеры Эта песня не поется один раз А сейчас Самое страшное, что может с вами произойти Представьте, в баре закончилось пиво Начинаем обороняться Да не бывает «Цезаря» с селедкой Ну и что, что пистолет не заряжен? Мне все равно страшно Мне 22, откуда мне знать Какой мы раньше с вами страной были? Офицеры Что же, сыны Юрмалы Вы, наконец-то, готовы И запомните, сегодня, 31 июня Вы будете ужинать в еще чистой и спокойной Юрмале А завтракать вы будете в Аду Ну что ж, уважаемые О чем хотелось бы сказать в конце Мы летели к вам из Красноярска 6 часов Это же расстояние ракета Туполем преодолевает за 2 минуты То есть вы сами понимаете Все, что летит к вам из России долго Летит к вам с миром Плохая компания, спасибо Спасибо за просмотр!